Общий уровень преступности идет на спад, но даже опытных, много видевших следователей поражает алочность и жестокость фигурантов некоторых дел. В целом же криминогенная обстановка в области за прошлый год характеризуется незначительным увеличением преступлений по сравнению с 2016-м. Всего 59 убийств. При этом возросло число преступлений об умышленном причинении вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Это, наверное, единственный регион в России, где вот этот процент тяжких, особо тяжких составляет 30%. Почему-то вот так. Ну, поэтому в течение года мы принимали конкретные меры и сегодня положительная динамика, эта преступность, связанная с ростом тяжких и особо тяжких преступлений, она снижается и достигла 26,6%. Ну, очевидно, явная положительная динамика. 132 уголовных дела в отношении детей и подростков. Одно из них – об исчезновении и гибели ребенка в Касимове. Следователи отметили, что оно выявило явные проблемы в региональном и федеральном законодательстве. Выявлены в ходе расследования данного уголовного дела пробелы в региональном и федеральном законодательстве, повлекшие нахождение погибшего несуществленно-летнего опекаемого в потенциально опасных для него условиях. То есть проживание в семье Апектуна совместно с ранним судимым лицом. Обусловили инициирование следственным управлением разработку и внесение изменений в действующие региональные нормативные правовые акты. И ведомственные регламенты, предусматривающие обязательность изучения личности всех членов семьи Апектуна и иных проживающих совместно с ним лиц. Против закона идут и должностные лица. Противодействию коррупции сегодня особое внимание. Статистика положительная. Количество поступающих сообщений о коррупционных преступлениях сократилось на 37%. Всего возбуждено 65 уголовных дел. За самыми громкими следил весь город. Это дело в отношении первого зампреда правительства Андреева. В отношении главного архитектора города Харибутовы и замначальника управления по инженерным коммуникациям администрации города Солодова. Коррупция остается одним из самых основных негативных проявлений, которые подрывают доверие к власти. И, конечно, как губернатор я лично крайне негативно к этому явлению отношусь. Понятно, что мы не можем, как органы государственной власти, проводить следственные действия или оперативно-розыскные. Но, тем не менее, проверки в отношении в том числе действий определенных государственных служащих мы тоже проводим в рамках своих полномочий. Естественно, если будут какие-то обнаруженные факты или информация о том, что возможно какое-то преступление совершено, мы будем продолжать предоставлять информацию следственным управлением и правоохранительные органы. Следователи боролись и с налоговыми преступлениями. Им удалось вернуть в бюджет 57 миллионов рублей. Работали над расследованием фактов невыплаты заработной платы. Возместили более 16 миллионов рублей. Одним из успешных примеров сотрудничества следователей с властью в решении проблемы санатория «Сосновый бор». Действия следственного комитета и других правоохранительных органов позволили нам убедить собственников «Соснового бора» санатория передать безвозмездно это учреждение во владении собственность Рязанской области. И рассчитаться полностью по долгам зарплатным со всеми работниками этого санатория. Большое внимание ненадлежащему оказанию медицинских услуг. Возбуждено 14 уголовных дел. Всего более 1200 дел в производстве. И более половины из них закрыты. Алена Куколева, Роман Вехров, телекомпания «Город».